Всем доброе утро! У нас с этой стороны люди. Там вообще прям толпа, вижу. Идет, идет толпа народная. Я сегодня не накрашена страшная, накрашена, не знаю, может быть, брови покрашу. Уберу всякие волосики, там реснички пащу. О, реснички! О, их и так нету. Бровки выдергиваю. В общем, буду красоту наводить. Безрастительную она на лице. Видите, видимо, туристы приехали. Автобус, как мы говорим. Хорошая погода выдалась. На следующей неделе дожди обещают. Вот, поэтому надо пользоваться. Там у нас дожди-то, господи, обещают. Если 40%, то это 100%. Не будет дождя. Мы уже знаем. Чарли. У него здесь туалет, у Чарли. Та-дам! У меня тут опять кулинарный день, скажем так. Мне захотелось блинчиков с капустой. Кстати, у меня есть капуста. Сейчас пожарю капусту. Ну, это на завтра я все делаю. Что-то загорелось. Кефир есть. В общем, все есть. Думаю, сейчас напеку быстренько. Вот, будут блинчики. И вот сделаю фрикадельки. Это я фарш вчера замариновала на ночь. Там лук. В общем, ну, как все дела. Как все фарши. Фарш, лук, специи, чесночок. Вот, сегодня обжарю эти тевтельки. Или как их называют? Тевтельки, да. Делаю соус какой-нибудь. Выдумаю. И вот на завтра у меня будет вот такая еда. Хотя у нас целая кастрюля чечевичного супа, который я сейчас буду разогревать. Но пока еще рано. Поэтому вот пока блины буду печь, жарить или что там с ними делают. И вот два, конечно, слопа. Куда без этого. В тот-то раз не удалось. Вот. И вот такие вот дела вот у меня. В понедельник накрасила ногти. Сегодня среда. Вот что от моих ногтей. У меня никакой лак не держится. Два-три дня и все. Всякие лаки, шлаки. Или еще там какие-то там гель-лаки. То же самое не держится. Три дня и все отваливается. Причем вот с этого пальца указательного больше всего. Я не знаю, в чем проблема. С чем это связано. Но я всякие вот эти шлаки... Шлаки нет, как шлаки. Гель-лак, а еще какой-то шлак есть, да? В общем, делала пару раз, но овчинка выделки не стоит. Все пальцы нормальные. Вот этот облезлый. Самый, а он самый видный. И, в общем, не делаю. И ногти крашу очень редко, потому что смысл на два дня или на день. Париться. Время терять. Я ненавижу ногти красить. Ты сидишь, минимум полчаса у тебя уходит. Потом еще и... Особенно, знаете, когда начинаешь ногти красить. И уже накрасил. И тебе вот приспичило в туалет. У вас такое бывает? У меня постоянно. Вот почему, говорю, как только накрасишь ногти, так сразу надо бежать. Ой, не могу. Иди поцелуемся. Иди поцелуемся. Иди поцелуемся. Сейчас пойду белье сниму. Это потом не оставлю. Так уши мои любит. Уши мои любит. А, у меня там, знаете, что? Я так себе красилась, что у меня вот тут вот ухо... Краски эти разъели. Представляете? Прям болячка. И... Вот такие вот щадящие краски. Так что пойдем сейчас наверх. Пойдем наверх сходим с тобой, да? У меня тут кинотеатр. Я сериал смотрю. А потом думаю, надо сходить. Снять белье. А то сейчас буквально через пару часов опять наступит очень большая влажность. И уже снимать белье смысла не будет никакого. Еще хотела капусту пойду пожарю. А то все блины сожрем. И чинить будет нечего. Ой, на улице вот тут, на крыше прям такая лоха. Хоть прям за это заходи и грейся тут. Чем Чарли, в принципе, и занимается. Смотрите, какая большая листья капусты стали. Мой огородик. Замечательная погода. Загорает. В общем, да. Сниму белье. Чтобы все было чики-пики. И пойду капусту пожарю. А что ты встал? Лези. Он так классно лежал. Сейчас на солнышке загорал. Сладкий, рыбка моя. Любовь моя. Вы знаете, так как на улице теплее, чем дома, особенно вот здесь, вот в этом вот колодце в нашем, я открыла окно. Чтобы согрелась немного комната. В спальне своей я тоже открыла окно, но закрыла дверь, чтобы не было сквозняка. Потому что сквозняком все равно выходит. Чарль остался наверху. Он скажет, плевал я на вашу мерзлоту. В общем, да. Я сейчас буду капустой заниматься. Все, тут капуста, морковка. Немного обжарила лук с морковкой и добавила капусту. И сейчас буду тушить. И так вот немного масла. Ну и естественно посолила. Больше никаких специй не буду добавлять. Так как есть. Под крышечкой будет вкусно. А это блинчики. Ням-ням. Блина, конечно, вся уделанная. Но я тут, как говорится, как у станка. В общем, блинчики сделала. Теперь сделаю. У меня там готовится соус. Поджарился уже лук. Я добавила помидоры. Помидоры тоже жарятся. Потом добавлю томатную пасту. Потом вот такую томатную пасту. Вот. А пока вот у меня 4 колобка осталось. Гамбургеры сделаю. А эти сейчас обжарю. И потом добавлю соус. Вы не думайте, что у меня какой-то кулинарный понос. Скажем так. Ничего подобного. Просто у меня был фарш в холодильнике. И уже, как говорится, его надо было, что-то с ним надо было делать. Поэтому я решила эти сделать. Тевтели, фрикадельки. Как их там назвать? Как их назвать? Эти круглые шарики. Тевтели. Нет, тевтели вроде с этим. Как его называют? С рисом, нет? Фрикадельки. По-испански альбондигас. Кон томаты, скажем так. Кон томаты. Томаты. Вот. Ну, а блинчики просто запотелось блинчики. А чтобы их не жрать в полном составе, вот так вот в этом, как их назвать? Ну, вы понимаете. Думаю, сделаю лайт. У меня же все лайт. Правильно? Поэтому я тут пытаюсь, знаете, что делать? Я гамбургеры как делаю? Вот так пленку сверху, еще пленку приплющиваю и в заморозку отправляю. Вот. И все. Потом просто достаю. Один, два, сколько мне надо. И на сковородку. И всегда гамбургеры готовы в собственном приготовлении. Вот так прям, видите? Вот так вот делаю. Сверху сейчас еще один положу, еще один. И так до нескончаемости. И всегда они у вас в заморозке есть. Потом просто от пленки они хорошо отваливаются, отсоединяются, скажем так, и все счастливы. Так. Этим, наверное, все распиливаю. Демножко обжарю их. А потом уже добавлю стол. Правда, он у меня еще не готов. Я не могу иначе. Так что все, друзья. На этой неделе я больше готовить не буду. Все, хватит. Один день и все. В пятницу я буду одна, в гордом одиночестве. У меня там еще макароны по-плотски есть. Так что все в ажуре. И тут у меня вон сколько еды. Ешь не хочу. Я не могу иначе. Вот так, видите? Складываю прям один на другой. И отправляю в заморозку. И когда надо, достаю и все готово. Как-то так. Заценил муж блинчики. А здесь какая вкуснятина готовится. Осталось 5 минут, 5 минут. И все. На завтра у нас будут вот такие прикадырки. Чарли там тоже досталось. Он ест ему там немножко чечевичного супа досталось. Вкусненько ему. Телефону, ту телефону. Так что вот так. Что-то в парке сегодня много вот таких людей. Там вот тоже есть парочка такая идет. Мужчина. Два. Но они такие вонючие. Фу. Да, Чарли? Немытые какие-то. Как их здесь называют, знаете, гири? Или как там их? Хиппи. А, гири это когда латиноамериканцы. Эти вот хиппи. Почему они всегда такие немытые, я не пойму. С вот этими, с дредами ходят. Вонючие. Вообще в парке очень много людей сегодня. Поэтому я пошла по верху. Там вроде бы как было меньше людей с детьми. Надо быстрее обогнать. Потому что дети, нелюбители, кинутся на Чарли, чтобы его погладить. А Чарли не любит, когда его гладят незнакомые. Неважно, это дети или взрослые. И как взрослые хоть как-то понимают там, что не надо гладить. То детям по барабану. Некоторые дети, да, ученые, типа, не трогают собак. А вот некоторые прям кидаются. Ай, какой хорошенький, дай поглажу. Ну и Чарли не успевает реагировать и убегать. И может огрызнуться. Он у меня такой своенравный парень. Так что вот так иду быстрым шагом. Потому что хочу пораньше пойти в спортзал. Там у меня сегодня один только класс. Сумба. И хочу на тренажерах тоже позаниматься. Вот. Ну, чтобы потом допоздна не быть там. Хотелось бы пораньше. Ну, не знаю. Потом как получится. А я бегу, 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 бегу. Бегу, бегу. Бегу, короче. Смотрите, как жалко. Маленькие. Малявочки. Там, короче, три собаки заброшенные. Это, по-моему... А, нет, это не мама. В общем, три собаки там заброшенные. Одна из них мама. А, вот еще одна. Видите? Они там где-то живут, не знаю. И одну прям собаку видно, что у нее нутити. И сейчас у нее, смотрите, вот сколько щенков. Так жалко. Такие голезые, господи. Ой. Ой, мои ляпы такие. Тихо, господи. Где-то у них там нора, походу. И вот где-то они там живут. Где-то они там живут. Ну, собаки такие, знаете, упитанные. Такие хорошие. Это вот не... Такие не... Как сказать? Не скелеты. Вот. Это их просто, наверное, не видели. Из... Ну, вот кто занимается этим. А так бы их давно уже в приют забрали. Такие хорошенькие синятки. Там где-то у них, видимо, дом. А мамы вот сейчас нету. Так их жалко. Вообще, животных мне очень жалко. Жальче, чем даже людей. Потому что люди о себе могут позаботиться. Вот такие животные, мне кажется, они такие беззащитные. Не знаю, мне вот почему-то так кажется. Допустим, меня-то хрен обидишь, да? А собаки, они ж доверчивые. Они ж доверяют. А люди такие есть идиоты. Такие есть жестокие. Что, блин... Ну, в общем, вы сами знаете, какие люди есть. Вот так. Чего ты? Куда? Вот тут вот тебе приспичило, да? Вот именно там надо. Пошли и давай. Нам еще идти и идти. Осень, осень. Лес остыл и листья сбросил. Мне почему-то вот это вот здесь натюрморт, пейзаж напоминает осень. Здесь такие вот листья под ногами. Ну, не зима же, блин. Ё-моё. Я так думаю, что это вот здесь. Вот так происходит прополка и окучивание. Как это сказать? Я даже не знаю, что это за... Растет. Но что-то растет. И вот таким образом на тракторе окучивают и пропалывают растения. Видите, эти не прополотые, а вот эти вот прополотые. Вот так вот. Мне кажется, это сельдерей. Прикольненько, да? И быстренько. И вот один мужчина целое поле обработает. Надела сегодня вот этот хомут, ну, чтобы второй подбородок не мерз. Второй, третий, четвертый. А на улице такая жара, намного теплее, чем вчера. Вообще иду вся парюсь. Сейчас парилась, спина вся мокрая. Благо, сейчас в спортзал. А там все равно буду мокрая, поэтому быть мне мокрой до девяти. Так что бегу. Прям действительно жарко. Не знаю, градусов 20, наверное, точно есть. И ветра нет. Вчера был ветерок, сегодня вообще ветра нет. Поэтому жарче намного. Такие вот пироги. А я бегу, 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 бегу. Я уже дома. Терли поел немного тунец в банке оставался. Вкусно было, да? Ну, какой ему сухой корм, когда он его вкусняшками разными кормит. То суп чечевичный, то тунец. Вот. Это отправляется в холодильник. Завтра отварю рис. И будет у нас вот такие вот тефтельки с рисом. И о себе сейчас сделаю на ужин апельсин, который сестра привозила с огорода. Я люблю, знаете, как апельсин вот так вот дольками резать, не чистить вот так вот, а вот кольцами, кольцами вот так порезал. Вот так мне нравится. Не знаю, вот так вот есть. Может быть, потом попозже чайку попью. Вот. А на завтра у меня будут на завтрак съем блинчик. Я, знаете, не люблю вот обмакивать в яйцах, потом обжаривать. Я так не люблю. Это, как мне кажется, яичница с блинчиками. В общем, не очень. Если на сливочном масле обжарить, вот это, да, вкусненько. Может быть, завтра на завтрак так и сделаю. Я там машинка поставила стираться. А еще у нас завтра на спортзале будут. Хотела вас поставить в тумбочку, но там нет места. В общем, завтра у нас клубу нашему три года оказывается. Он всего молодой спортклуб. Вот. Три года всего. И, в общем, там какие-то празднования будут, специальные какие-то классы. В общем, три класса, представляете, три часа спорта. Ну, там, я на два постоянно хожу, а третий не знаю что. Ну, думаю, попробую. Почему бы и нет. В общем, завтра что-то будет и к семье. В общем, да, завтра будет спорт жестокий. Хотела сегодня в сауну сходить. Она опять была холодная. Чарли чихает на улице. Вот. И не попала. Хотела прям попариться. Не получилось. Ну, да ладно. В следующий раз, если будет холодная, просто я уже раздетая была. Надо пойти и сказать, чтобы они меня и включили. Ну, это все ерунда. Я буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Будет день и будет пища. Ох, пища у меня на целую неделю. Блин. И все вкусно. В общем, всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.